Вот ситуация в Молдове напряженная, хотели ее с вами обсудить. Вот стали известны подробности попытки захватить власть в Молдове. И президент Майя Санду рассказал о подробности беспорядков, которые готовили россияне. А раскрыть этот план, кстати, Кишиневу помогла наша украинская разведка. Как вы полагаете, неужели Молдова была следующая в планах Кремля? Я бы не стал говорить неужели. Это, по-моему, совершенно понятно, что Молдова и была, и есть в планах Кремля. Вопрос только в том, чтобы для Кремля создать условия для дестабилизации ситуации в Молдове. И, судя из того, что мы услышали и увидели из информации нашей разведки, там посадить свой марионеточный режим. И в идеальном варианте для Кремля создать псевдо-федерацию российско-белорусско-украинско-молдавскую, которая фактически стала бы прикрытием для гегемонистских планов Кремля. То есть это вполне возможно. Эта опасность еще существует. И многое будет зависеть от того, вернее, в основном это будет зависеть от того, как развиваться будет ситуация на поле боя в Украине. Но многое зависит и от того, как будет себя вести, и насколько эффективно будет действовать молдовская власть, и насколько будет отмобилизованным прозападная часть гражданского общества Молдовы. Ну да, и здесь важно, что предупрежден, значит вооружен, что такие сведения от разведки уже поступили. Да, да. Скажите, вот Министерство иностранных дел Франции и ряда других стран призвало своих граждан, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть эту страну. Как вы полагаете, с чем это связано? Ну, это тот как раз случай, когда я бы этот вопрос поставил французскому Министерству иностранных дел. Из того, что мы слышим от других государств, то, возможно, есть опасность того, что французские люди, видимо, с двойным гражданством могут быть мобилизованы, могут быть французские граждане арестованы, использованы в качестве заложников. Ну, и нельзя исключить того, что все-таки, я надеюсь, действия Беларуси не останутся безнаказанными, и, возможно, Франция попасается того, что каким-то образом военные действия в Украине могут перейти через белорусскую границу в направлении Беларуси. Так что тут, видимо, учитываются все факторы. Ну, и вот буквально новости в последней минуте, мы говорили с вами о Молдове, да, вот Молдова временно закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности. Вот, есть информация от AirMoldova, что это действительно так, об этом говорят и местные СМИ. О чем это может говорить, как вы считаете? Это может быть говорить о том, это, кстати, о чем я думал не один раз в 2014 году, и потом до того, как мы отменили рейсы из России. Ну, элементарно просто в Молдове может приземлиться российский самолет, и там вместо пассажиров окажется, я не знаю, 20-30-100 человек из Вагнера или спецназа российского. То есть, видимо, вот учитываются эти... Такое развитие ситуаций, плюс, возможно, и, скажем, другие атаки с использованием через воздушное пространство. То есть, это говорит о том, что ситуация остается напряженной, и, очевидно, есть тенденция к усилению этой напряженности, раз принято правительство Молдовы такое решение. Еще одна новость сегодняшнего дня. Вот в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что уже реально два месяца там не работают выпускники Московского государственного института международных отношений, ГИМО. Их уволили в рамках более широкого процесса декоммунизации. Об этом в интервью рассказал министр иностранных дел Польши Збигневрау. Я процитирую. ГИМО был инвестицией функционирования российского империализма. Это была часть советской мягкой силы, заявил министр. Вот у вас огромный дипломатический опыт. Как вы оцениваете вот такое решение? Я бы сказал таким образом. Конечно, обучение в ГИМО не является, скажем так, однозначно показателем того, что этот человек склонен к измене Родине. Но чрезвычайная ситуация, мы живем в условиях чрезвычайной ситуации, требует-то чрезвычайных мер. Поэтому я вполне разделяю опасения со стороны польского МИДа и польских властей. И, очевидно, нет возможности проверить каждого человека. Поэтому в данном случае в условиях ситуации войны в ближайшей державе эта мера имеет право на жизнь.